ВЫБОР СПУТНИКА ЖИЗНИ «Зачем ты ее сделал такой красивой, Адам, чтобы она тебе понравилась?» Через неделю Адам спрашивает, «Господи, а зачем ты ее сделал такой глупой, Адам, чтобы ты ей понравился?» Мать спрашивает сына, «Сынок, а чем ты привлекаешь свою девушку?» Она считает, что я красив, талантлив, умен и все прекрасно делаю. А что тебя привлекает в ней? То, что она считает, что я красив, талантлив, умен и все прекрасно делаю. Хорошо. Итак, выбор спутника жизни. Знаете, брак – это Божье учреждение. Брак – это то, что придумал Бог. Это семья. И поэтому часто спрашиваешь, «Сестра, хочешь замуж?» «Да нет, сто лет не надо». Домой пришла лицом подушка, «Ай, никто замуж не берет». Друзья, не надо этого стесняться. Это нормально, когда парень хочет жениться. Это нормально, когда девушка хочет выйти замуж. Здесь стесняться нечего. Потому что это создано Богом. Брак – это Божье учреждение. Бытие 2.18. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Нехорошо человеку быть одному. Однажды после этого семинара в одном городе ко мне подходит девочка, ей лет 12. Она говорит, «Брат Сергей, ты правильно говоришь. Сто процентов. Я уже пятый год молюсь за своего жениха. Ты знаешь, а я подумал, какой умный ребенок. Это человек, который заранее строит свое будущее. И я знаю, что ей Бог пошлет вот такого мужа. Вымоленного. Ни год, ни два, и ни три. А то сегодня встретились, молились за 2 недели, выходим замуж. Потом удивляются, что-то он не тот оказался. Это нормально. И об этом надо уже молиться. Даже если ты не планируешь жениться год, два, три, ты уже должен молиться. Господи, где моя половина? От Тебя. Не то, что я хочу по плоти. От Тебя, Господь. Помоги мне, Господь. Я хочу не сделать ошибку. Помоги мне, Господи. Пошли мне именно то, что Ты для меня приготовил. И это нормально. И не надо этого стесняться. Девочке 12 лет, она уже пятый год об этом молится. Итак, что является основанием брака? Ну, понятно же, воля Божия. Дорогие мои, сказал Господь Бог. Нехорошо человеку быть одному. Нехорошо это значит плохо. Плохо быть одному. Это сказал сам Господь Бог. Если ты считаешь... Что такое одиночество, знаешь? Одиночество, это когда ты точно знаешь, кто насвинячил на кухне. Поэтому, дорогой брат, обязательно женись. Попадется хорошая, жена станет счастливым. Попадется плохая, станешь философом. Но по-любому кем-то станешь. Друзья, строительство церкви начинается, как ни странно, со строительства семьи. И нам нужно понять, семья на первом месте, церковь на втором. Вам может это странно, но это так. Строительство церкви начинается со строительства семьи. И даже в миру говорят, семья это фундамент общества. И вы знаете, если в обществе сильные семьи, это сильное общество. И уже правители это поняли. И сегодня все фильмы стали российские делать на то, чтобы люди рожали, чтобы люди женились. Они поняли, что потеряли, семьи разваливаются. Общество рушится. Если в церкви сильные семьи, это сильная церковь. Если в церкви одни разведенки, одни бобыли, одни холостяки, это слабая церковь. Чем сильнее наши семьи, тем сильнее будет наша церковь. Дорогие мои, это нормально. Это нормально. Вы знаете, семья это первая твоя церковь. Если ты служитель, и у тебя главное служение в церкви, а дома ничего, да ты не понял. Семья это твоя первая церковь. Это твой первый дом Божий. И домашняя церковь, она созидается не по твоим законам, а по конкретным Божьим законам. Строительство как церкви, так и семьи, это компетенция Бога. Это не человек. Не муж, не пастор. Это компетенция Бога. Строить как церковь, так и семью. И нам нужно помнить слова Иисуса Христа Иоанна 15, 8, 15, 5. Без меня не можете ничего. Ну как ничего, Господи, можем много. Ну типа хорошего-то ничего, а так много. А так много. Итак, первая ступень строительства семьи. Это выбор спутника жизни. Выбор партнера, с которым тебе придется жить всю твою жизнь. Друзья мои, создадим Ему помощника. Каждому из нас нужен помощник. И вы знаете, запомните одну вещь. Бог охраняет не все семьи. Бог охраняет только свою собственность. Друзья мои, Божье строение непоколебимо. Самовольное строение обречено заранее. Псалом 126, 1 стих. Если Господь не построит дом, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Если не Господь, то напрасно. Если не Господь будет строить твою семью, напрасно ты ее строишь. Бог охраняет только свою собственность. Поэтому не торопитесь, девчата, выходить замуж за дюжигарных хлопцев, которые живут в миру. Которые не в церкви. Бог хранит только свою собственность. Запомните это. Не торопитесь и вы, браты, искать фотомодели там, на стороне, которые Бога не знают. У которых Бог, их внешность, их лицо. Но Бог охраняет свой брак между своими детьми, благословенные в ее доме, в его доме. Это строение непоколебимое. Смотрите. Матфея 19, 6. Итак, что Бог сочетал, того человек не разлучит. Вы понимаете? То, что Бог сочетал, никто этого не разрушит. Ни один человек не разрушит то, что Бог сочетал. И поэтому так важно, чтобы наши браки были правда на небесах заключены. Чтобы их реально Бог сочетал. Это гарантия, что их никто в этом мире не разлучит. Никакой человек. Итак, чтобы найти помощника. Самое первое и самое важное. Ты должен получить откровение от Бога. Не от плоти и от крови, но от Бога. Бог говорит, создадим Ему помощника. Понимаешь? Бог создает. И тебе нужно получить то, что Бог тебе создал. Не то, что тебе нравится. Это очень важно. Это первое и самое главное. Пока не будет ясности стопроцентной, не торопись выходить замуж или жениться. Друзья, вы знаете, помощник от Бога, это дом на камне. Помощник по своему выбору, это дом на песке. Расскажу мой пример женитьбы. Это было интересно. Вы знаете, хоть я был без Христа и балбесом, но у меня хватило ума не жениться. Потому что я понимал, с моим образом жизни жениться, это делать несчастным еще одного человека и плодить несчастье. С моим образом жизни жениться нельзя. И я благодарен Богу, что Он дал мне вот эту мысль. Я понял, что я буду думать о женитьбе тогда, когда встану на ноги и буду нормальным человеком. И вот, когда я покаялся в тюрьме, стал лидером тюремной церкви, я понял, что нормально, что пора задуматься о супруге. А сроку еще впереди, о-о-о, много. Как у нас говорят, как у дурака Махоркин, очень много. И ты знаешь, а я думаю, надо строить фундамент. И я сказал, Господь, вот я тебе сейчас расскажу желание моего сердца, совершайirlетики уютных. Продолжение следует...